Около полутысячи студентов лета 2021-го провели активно и с пользой. Традиционно молодежь Пушкинского вуза была занята в сфере строительства и образования, помогала в организации и проведении мероприятий в сервисных отрядах, активно велась волонтерская работа. В силу специфики вуза большинство юношей и девушек лета 2021-го провели в оздоровительных лагерях. Педагогические отряды – одна из визиток вуза. На самом деле опыт работы с детьми в школе, опыт работы с детьми в такой неопределенной обстановке, как лагерь, значительно отличается. И студентам, которые прошли вот такую практику еще до практики в школе, гораздо проще потом как-то социализироваться, уже вот работая с ребятами-школьниками. В этом году и очень хорошо себя зарекомендовали педагогические отряды, а наш отряд нового поколения имени Петра Михайловича Гаврилова представлял не только город, но и республику на фестивале в Новосибирске из лета в лето. Поэтому уровень хороший. Мы видим лучших бойцов студотряда, потому что ребята не только зарабатывают свои первые деньги, но и раскрывают свой творческий потенциал, лидерские качества, что немаловажно. А мы, в свою очередь, стараемся наградить ребят, заметить лучших. Всегда отправляем на вот слеты, республиканские, областные, которые проводятся. Поэтому это очень такой хороший опыт. Подведение итогов работы в третьем трудовом семестре состоялось на площади церемониалов у Вечного огня. Здесь в торжественной обстановке прошло награждение самых активных участников трудовой смены. Подарки для молодежи подготовили в администрацию университета и представители БРСМ, которые занимались непосредственным трудоустройством. Конечно, получить награду для этих юношей и девушек важно. Но не менее важно и то, что каждый из них смог не только отдохнуть летом, но и поработать, при этом пополнив свой бюджет заработной платой, а еще накопив новый опыт и знания. У нас здесь есть и в университете теоретическая база, да, а здесь и практическая база для проявления своих способностей. Вместе с тем наши студенты, вот как стройотряд, несколько стройотрядов работали на ремонте общежитий. То есть они понимали, что они готовят общежитие для себя, где они будут жить. Неслучайно торжественное мероприятие прошло на территории мемориала Брестская крепость-герой. От благодарных потомков и талантливой молодежи у подножия монумента мужества легли цветы в знак скорби по погибшим и благодарности за то, что имеет современное поколение юношей и девушек. А это в первую очередь мир, возможность трудиться и развиваться.